Всем привет! С вами снова славный дружиобломов. Как всегда маемся дурью, занимаемся анбоксингом посылок. Я сначала начал ее открывать, а потом думаю, эй, почему бы не записать это на видео, потому что почему-то люди любят это смотреть. Обе посылки пришли из Китая, обе посылки покупались на ebay. Часто мне задают вопрос, нужно ли покупать что-то на ebay, насколько это опасно, насколько это безопасно. Я скажу так, мне конкретно с ebay пришло все, что я заказывал. Я заказывал десятки посылок, может уже даже сотни. Мне пришло все. Это, друзья мои, водонепроницаемый чехол. Чехол для мобильного телефона. Вот такой вот чехол. А, ну да, у меня же сейчас без автофокуса. Тут две кнопки. Ага. Короче, тут на три пипирки насажен сам чехол. Он вот так вот тут закреплен. Вот так вот это идет сюда. Вот это типа идет сюда. И вот так это типа защелкивается. Ну, похоже, конечно, на водонепроницаемое. Но iPhone 6 я бы в дайвинг с ним брать не стал. Блин, вечно прерывают мои анбоксинги. Что за люди, короче. А, пластик как говно на ощупь. Но при этом система защелкивания. Я не могу сказать, что все это очень удобно. То есть вот так вот эти защелки вот сюда выходят. Потом вот так вот это как-то вот так вот сюда вот запихивается смартфон. Вот так вот вот сюда. Вот. Потом это защелкивается каким-то образом назад. И вот так вот. Но, не знаю. Для отдыха, да. Для каких-то путешествий. То есть ты можешь и фотографировать как-то под водой, и фотографировать в дождь. Сюда прекрасно влезет, по-моему, почти любой лопатофон. Вот. Но это все фигня. Переходим к основному. Я уже тут начал открывать. Эту штуковину. Значит, смотрите. Очень часто спрашивают, типа, какова вероятность, что что-то с eBay не придет и сколько будет идти. Смотрите, как запаковано. Потрясающе. Скажу так. Отправляют, если обычной почтой, может идти недели три, даже четыре. Но! Если вы заказываете у продавца, у которого очень-очень хороший рейтинг. То есть, например, если я заказываю магнитики на холодильник, мне абсолютно пофиг вообще, у кого я заказываю. Которые стоят там 200 рублей. Заказал магнитов неодимовых. Прикольно. Знаете, там всякие платежки прицеплять. Вот. Если же я заказываю объективы, типа вот такого вот объектива Lumix 714, который стоит дохренища денег. Один из самых лучших широкоугольных объективов для камер Panasonic, системы Micro 4.3. То они отправляют... Вот это вот пришло EMS-ом. И шло оно, я не знаю, оно шло меньше недели, по-моему. Вот. То есть, если посылки дорогие, то я выбираю очень хороших продавцов, у которых огромное количество отзывов. Представьте себе, у человека он продал 10 тысяч товаров, и у него 99,8 положительных отзывов. От таких людей обычно приходят... То есть, я вот сейчас на 99,8% уверен, что с этим объективом все в порядке. Тем не менее, я делаю анбоксинг. Вот. Lumix-овское стекло. Как всегда, идет пакетик типа черный чехольчик. Так. Так. Ну, линза в идеальном состоянии. Металлический байонет. Линза прекрасная. Сейчас будем подрубать и тестить. Собственно, вот такой вот анбоксинг. Очень быстро отвечаю на вопросы по поводу eBay, короче. Итак, опасно ли заказывать с eBay? Нет, не опасно. Мне пришло абсолютно все. А какому правилу нужно следовать, чтобы тебе приходило все? Очень простому. Смотрите, кликайте на человека. Многие путают, думают, что eBay это такой магазин. Нет. eBay это рынок. У любой фирмы, у любого человека, там, чел живет в Австралии и продает хвосты кенгуру какие-нибудь, у него может быть свой магазинчик на eBay. Своя страничка, свой маленький каталог товаров, который он продает. Это может быть гигантский какой-нибудь интернет-магазин, работающий в Китае с офисом в 10 этажей. И у них тоже есть точно такой же собственный магазинчик на eBay. То есть на eBay выставляют свои товары абсолютно разные люди. Если вы хотите, чтобы вам все приходило, вы кликайте на человека и смотрите самое главное. Первое. Сколько товаров он продал? Обычно рядом с ником этого человека указывается в скобочках, что он продал столько-то товаров, достаточно кликнуть на него. И там указывается, чувак продал, например, три сотни товаров, сто процентов, все дошли, все ставили ему плюсы, самые высокие оценки. Это значит, что у этого человека заказывать можно. Как правило, на eBay люди, если у них большой рейтинг, они просто трясутся, чтобы у них оставили хороший отзыв, потому что для них это просто все. Поэтому мне всегда приходило все. Один раз, то есть если я заказывал там 100-200 раз, уже кучу раз, я кучу всякого барахла заказывал для eBay, начиная от крышечек для айфонов, каких-то резиночек, игрушки, своей сестре на Украину, я там заказывал для маленького племянника игрушки, биф ее адрес, то есть я оплачиваю, уезжает сразу прямо ей, вы можете в настройках в eBay вводить несколько адресов. Всегда все приходит идеально. Если у человека продано больше тысячи товаров, и его рейтинг плюсов ему поставили более 98% человек, это значит, что почти 100% что все придет очень и очень круто, потому что учитывая, что возможно он кому-то конкурент, и кто-то ему поставил там пару плохих отзывов. Когда я заказываю товары дорогие, я всего несколько раз заказывал с eBay очень дорогие товары, то есть такие как дорогие объективы, такие как вот сейчас снимает объектив, вот этот вот широкоугольный объектив. Если заказываешь очень дорогой товар, они, во-первых, великолепно его упаковывают, тогда как товары стоимостью полдоллара, например, стеклышко для айфона, которое стоило 100 рублей, это стеклышко стоило или что-то такое, оно пришло разбитым. Один раз такое было, просто плохо упаковали. Но дорогих, дорогостоящих товаров, таких как ноутбуки, видеокамеры, линзы какие-то, айфоны, смартфоны, это не касается. Как правило, запаковывают просто великолепно. И отправляют зачастую они ЕМСом, то есть это идет не типа обычной почтой, а тебе звонят доставщики прямо до дома, тебе довозят, и как правило, если вещь очень дорогая, то это делается действительно быстро. То есть вот эта вот линза мне пришла где-то за 7 дней или около того. Поэтому, если вы видите что-то дорогостоящее, что продается на ebay, то есть вот эта линза, она вот здесь стоит в 2 раза дороже, чуваки. 2! 2 раза! Понимаете? То есть я могу подождать 7 дней, и вероятность, что с ней будут косяки, если я куплю ее здесь в магазине, даже больше, чем если я заказываю ее там, где у человека 100% положительных отзывов, и он продал 10 тысяч товаров. Именно поэтому ответ следующий. Не бойтесь, заказывайте на ebay, только смотрите, что человек уже продал много товаров, и у него очень много положительных отзывов. Тогда не бойтесь, заказывайте. Я лично не боюсь заказывать товары стоимостью 30, 40, 50, 100 тысяч рублей. При этом я лучше закажу на ebay за 100 тысяч рублей, чем я закажу здесь где-нибудь, какую-нибудь дорогостоящую, супердорогую фигуру, но там за 200, она будет стоить тут 200, в каком-нибудь Эльдорадо, и еще при этом меня кинут через писюн 3 раза. Вот такие вот дела. Поэтому да, заказывайте на ebay, только смотрите на рейтинг, на отзывы продавцов. Все остальное, как зарегается на ebay, вся эта инфа на ютубе есть, все очень просто. Привязывайте свой счет к PayPal или к Kiwi. У меня, я оплачиваю PayPal, но если у меня PayPal нет, у меня этот счет привязан к карте, у меня автоматом снимаются бабло с карты. То есть вы что-то покупаете, заказываете одной кнопкой. Если в чем-то не уверены, напишите продавцу, просто кликайте написать продавцу. То есть я просто написал ему, чувак, линзы, с ней все нормально. Ответы приходят, как правило, у крупных продавцов. Ответы приходят просто, чувак отвечает через 10 минут. Я не знаю, у него час ночи, 3 часа ночи, я не знаю, сколько там времени у него в Китае. Он отвечает просто мгновенно, то есть там сидят менеджеры, все чутенько разруливают. Поэтому вот так, пойду сейчас на ebay, поставлю этому продавцу самый высокий рейтинг. Сначала, конечно, подключу к камере, но это понятно, все новое, все круто, все в порядке. С вами Руслан Дружаобломов, скоро будет еще инвоксинг, там пришло всякое барахло. Всем пока. Не бойтесь заказывать на ebay, это экономит огромное количество денег. То есть, например, у моей сестры сейчас родился второй ребеночек, я теперь двойной дядя. И просто она мне скидывает там, хочу эту игрушку, хочу эту игрушку, хочу эту игрушку. Я оплачиваю и присылаю ей эти игрушки, потому что там какой-нибудь там надувной бассейн для ребенка, который будет стоить в обычном магазине 5000 рублей, я его закажу с ebay за 900. И у меня все будет хорошо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok